Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Количество официальных безработных в России, по данным Минтруда, возросло почти до миллиона человек. Только за неделю, с 18 по 25 февраля, численность граждан, вставших на учет службы занятости, выросла на 2% и превысила 979 тысяч человек. Рост официальной безработицы отмечен повсеместно. Самая сложная ситуация по темпам роста безработицы сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе, Бурятии, Хакасии, Тюменской и Тульской областях. Представители ведомства отмечают, тенденция к устойчивому росту безработицы наблюдается с начала года. И что-то не слышно в заявлении о том, как власти борются с безработицей. 6% россиян выплачивают ипотечный кредит в рублях. Еще 3% выплачивали ранее рублевую ипотеку и уже погасили кредит. Менее 1% опрошенных сообщили, что сейчас выплачивают ипотечный кредит в валюте. Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований. По мнению граждан, в ситуации резкого роста выплат по валютным ипотечным кредитам ответственность лежит в первую очередь на правительстве и на центральном банке. Около трети опрошенных винят банки, которые выдавали займы в иностранной валюте. Только 22% респондентов склонны осуждать самих заемщиков. Ну, разумеется, сами заемщики себя не осуждают. Камбоджа не видит проблемы в переходе на расчеты в рублях с российскими туристами и готова обсуждать этот вопрос. Камбоджа посещает значительное количество российских туристов. 130 тысяч только в прошлом году. Сегодня Россия уже использует национальные валюты в торговле с рядом государств СНГ, а также Китаем, Вьетнамом и Северной Кореей. Российский фондовый рынок, открывшись разнонаправленно, перешел к росту. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1811 пунктов. Среди лидеров роста Мичел, Мегафон, Россети, ОГК-2 и Распадская. Аутсайдеры КАМАЗ, ЭОН Россия, ФОСАГРА, ВТБ и Полиметалл. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фонд. Фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговый день умеренным снижением, связанным с коррекцией после бурного роста накануне. На азиатских площадках динамика торгов преимущественно негативная. Нефтяные котировки готовятся к росту. Курс доллара на 4 марта 62 рубля 36 копеек. Курс евро 69 рублей 84 копейки. Золото стоит 2421 рубль за грамм. Серебро стоит 33 рубля 34 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 61 доллар 47 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!